Всем привет! Хочу сделать две ставки на РПЛ. Сегодня четыре матча, но я сделаю всего две ставки. Это матч с Зенитой Рубиной и второй матч это матч Краснодара и Спартака. На матч с Зенитой Рубиной что там вообще может быть? Да там может быть что угодно. Зенит сейчас мертвейший совершенно, мало ко мне будет играть. Что угодно может быть. Может быть там и Рубин выиграет. Я не исключаю этого. Ребят, вы не думаете, что там Зенит выиграет? Нет. Импотентная игра Симаках, она может привести к чему угодно. Потому что нередки случаи, когда Зенит не выиграл Уфы и Больтова проигрывает. И прочим колхозам. И поэтому Рубин очень много проиграл. Леня Слуцкий постоянно лается с судьями. Там может быть что угодно. Ну на мой взгляд там не будет такой победы. По счету 5-0, как прогнозируют букмекеры. Ничего подобного. Я считаю там, если Зенит и выиграет, то очень сложно. Если выиграет. В чем я очень сомневаюсь. Вот. На что я здесь поставлю? Я сделал две ставки. Первая моя ставка на 800 рублей. Это колесо желтой карты больше 4,5 за коэффициент 1,6. Я считаю это очень хорошая ставка. Потому что там будет много желтых карточек. На мой взгляд. Вот. И я вообще думал на этот матч дадут количество желтых карточек больше 5,5 за коэффициент. 1,75. Но они дали почему-то 4,5. А рубин очень много фалит. Зенит тоже много фалит. И фалит на желтые карточки. Поэтому я думаю желтых там должно быть много. И первая моя ставка на 800 рублей. Это колесо желтой карточек больше 4,5 за коэффициент 1,6. Вторая ставка на аджичная ставка. С коэффициентом 5,5. Да, да, ребята. С коэффициентом 5,5. Это количество желтой карточек больше 7,5 за коэффициент 5,5. Сумма ставки 300 рублей. Ну, попробуй. Потому что мне кажется там может быть дохуя в желтой карточке 9,10. Вот. И ну кто не хочет так рисковать. Есть ставка больше 6,5. Колесо желтой карточек больше 6,5. Тоже коэффициент хороший 3,3. Ну вот я решил все-таки взять 5,5. Может, кстати, я больше 6,5 тоже поставлю. Ну, пока только больше 7,5. Вот. Это вот по матчу с Зенитом Рубин. Не знаю, чем он закончится. Я очень сомневаюсь, что Зенит там выиграет. Потому что он находится просто в импотентном состоянии. Пока этот импотент Симак там будет вместе со своей, блядь, идиотской бандой помощников находиться, там ничего хорошего не будет. Потому что игры совершенно нет. Игра у него в 3 защитника. Играет в антифутбол. Мало там хоть один креативщик в команде не будет играть. Опять все навесы будут надзюгой. Ну, это, блядь, не о чем-то. Вот. Переходим ко второму матчу. К центральному матчу этого тура. Матч между Краснодаром и Рубином. Матч пройдет в Краснодаре. Там определенное количество зрителей будет. Поэтому поддержка Краснодара будет. Хотя, может, и Спартака там будет больше поддержки. Вот. Я тут фаворитом матча ставлю Спартак. Да. А букмекер ставит фаворитом матча Краснодар. Я напомню, что Краснодар не будет играть два основных игрока. И самый основной игрок это Кабел. У него, по-моему, коронавирус. Ну, и Марков не будет играть у Краснодара. Да. Кроме того, Краснодар очень сильно устал после матча с... Сареном на Лиге Чемпионов. Очень сильно они подустали. И буквально через три дня им играть снова... Нет, через четыре дня. Они им играть снова в Лиге Чемпионов. Да. Спартак же отдыхал, в принципе, недели. На Кубок... Вылетали в Енисе играть Дублин. Вторым составом. Может, даже третьим составом. Поэтому, в принципе, Спартак отдохнувший. На мой взгляд, тут Спартак, по крайней мере, не проиграет. Скорее всего, они этот матч выиграют. И на этот матч я ставлю одну ставку. Это индивидуальный тотал Спартака. Больше одного. За коэффициент 1.64. Сумма ставки 1000 рублей. Или 10% банка. Я считаю, это нормальная ставка. В принципе, Спартак 1 голд. Я уверен, что забьет. С учетом того, что оборона у Краснодара очень слабая. А потом, может, 2-3 забьет Спартака. Так вот, такая моя ставка. Вот такой мой прогноз на матч Краснодара и Спартака. Будем ждать матчи. Матчи начинаются очень скоро. Ну и пишите свои комментарии, кто что думает по этим матчам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.